Микс Ньюс Добрый день, здравствуйте, меня зовут Андрей Лешкевич, это программа «Разворот», она сегодня немножко позже вышла, но тем не менее вышла, и в гостях у нас блогер, популярный блогер Яна Брук. Привет! Здравствуй, Яна, мы договорились, что мы будем общаться на «ты», ну, в принципе, этого и будем придерживаться. Ты, да, ты вот только что собиралась оставить ссылку в Инстаграме на это интервью, и, ну, сказала, что… Я уже предупредила, кстати. Да, я просто хотел начать с того, что сколько времени, в принципе, ты проводишь в Инстаграме в день в среднем? Ну, невзять не до минуты, я имею в виду, какую часть это занимает? Я думаю, ну, вообще я весь день всегда с телефоном, всегда с телефоном. Ну, то есть я проснулась, я проверила сообщения, и вот прямо до того момента, когда я ложусь спать, я тоже в телефоне тыкаюсь без конца. Это не, как-то, не знаю, не выходит за рамки вообще адекватного как-то, не беспокоит тебя в какие-то моменты? Ну, слушай, когда это твоя работа, которую ты еще любишь, и ты в этой теме, то, как бы, ты вообще шикарно себя чувствуешь. А, получается, ну, да, ты предохотела мой вопрос, ты воспринимаешь свой блог как, ну, свою блогодеятельность, блоготворчество. Блогодеятельность. Блогодеятельность, кстати. Хорошее слово, блогодеятельность. Хороший каламбург. Блогодеятельность, да. Как работа. Да, да, я воспринимаю, она так и стала работой, но я не могу сказать, что я делаю это только для того, чтобы зарабатывать или работать, это от души и для души, для людей. Ну, получается, во многом, то есть, Инстаграм это твой, ну, не поставщик, но это твой инструмент самый главный. Денежный? Нет, ну, именно блога. Ну, вообще, да, да, да. А чем, вот, в принципе, ты можешь объяснить, чем Инстаграм, например, круче, чем другие соцсети? Почему ты выбрала, почему другие блоггеры выбирают? Почему я выбрала Инстаграм? Вообще, на самом деле, сейчас уже есть и ТикТок, и пора бы туда тоже перейти. Наверное, сейчас он даже круче, это вот программа, где 15-секундное видео ты там снимаешь быстро. Ну, там жесть, конечно, что творится. Почему я выбрала Инстаграм? Почему жесть? Ну, там, ну, зайди, посмотри, там такая вообще люкс, честно. Ну, я на самом деле... Там нет цензуры какой-то? Там есть цензура, но там очень взрослые люди делают очень странные, неадекватные вещи. Но это интернет же дал всем такую возможность сделать что угодно, и каждый может заявить о себе. Почему я выбрала Инстаграм? Потому что 4 года назад Инстаграм был в топе, и как бы это была платформа, на которой все как бы были зарегистрированы. И я такая, ну, почему бы нет? До этого Фейсбук был модным, а потом Инстаграм. То есть вопрос моды во многом? Ну, вопрос актуальности. Вот он был актуален 4 года, вот типа он появился, все начали там постить фоточки. Я такая, ну, я тоже давайте. Ну, тебя, как Яна Брук, ты более известна, наверное, широким массом, если так можно выразиться. Ну, как блогер-провокатор во многом. Да. У тебя такое представление. Я просто вот говорю, например, для тех, кто сейчас не понимает, например, кто у нас в гостях. Многие наверняка видели, кто-то не понимает. Да. Если коротко объяснить, то, наверное, ну, Яна Брук – это такая яркая, провокационный блогер, при этом очень популярный, с довольно большим количеством подписчиков, по крайней мере, для латвийских мерок. Для Латвии, да. Ну, наверное, провокационный, интересный блогер. Ну, наверное, да, можно так сказать. Но, говоря о работе, ты продолжаешь работать и на такой, кавычки, «обычной работе». Ну, в смысле? Ну, как на «обычной»? Ты работаешь в маркетинг-отделе швейцарского банка. Да. Это правда? Да, но это же необычно. Ну, я имею в виду… То есть, если мы сравним с блогером, то это, наверное, более традиционное что-то. Как так вышло? Они сами меня нашли, нашли в Инстаграме, нашли вот в интернет-пространстве и позвали меня сниматься в рекламных роликах, как актриса. Ну, вот просто я снимаюсь, это в вайне. А, то есть, ты тоже от блогера пошел? Да, то есть, как бы, я скажу даже так, вся работа, и сейчас я еще занимаюсь пиаром для ресторана и для некоторых еще аккаунтов, вся работа пришла ко мне из-за блога. То есть, я думаю, что меня… Ну, навряд ли бы нашли эти люди, если бы я… Они просто пишут тебе так называемую личку в дирекции и говорят «Здравствуйте». Да, или пишут на почту, да, здравствуйте. Мы хотели бы с вами сотрудничать. Да, здравствуйте. Так это работает. Да, 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 так и пишут. И, ну, это везде творчество. И то в отделе маркетинга там же тоже творчество. Там я снимаюсь, веду аккаунт, который там почти полмиллиона подписчиков, там 400, что-то там очень много. И веду этот аккаунт, да, это вот, который принадлежит банку. То есть, там я тоже в своей вообще теме. То есть, я всегда в своей атмосфере. Просто если меня куда-то отправить не в мою атмосферу, там посадить в офис, мне кажется, я умру, наверное. Ну да, получается, что, в принципе, не очень отделимы эти две. Я теперь понимаю, что это не очень отделимы две деятельности. Одну и ту же, по сути. Ну да, но просто я хотел спросить, насколько, если мы говорим о деньгах, о них все-таки интересно всегда поговорить, насколько вот, скажем, часть вот эта банковская соотносима с частью тебя как блогера в целом? Какие-то процентные соотношения? Нет, ну можно примерно, конечно, не обязательно там. Ну я к этому, ну я отношусь как бы как к серьезной работе. Много ли занимает она место во мне? Давай скажем так, вот это блогерская, блогерский заработок, он постепенно вот эту линию растет? Ну хотелось бы, чтобы он рос, но не скажу, что он растет стремительно, растет он очень потихонечку, маленькими шажочками, и чтобы он рос, там надо вкалывать так, что, не знаю. То есть нет, чтобы жить на деньгах от Инстаграма, я не знаю, это очень сложно будет в Латвии. Типа любому нужно где-то еще работать и что-то делать. Ну ты наверняка слышала теперь вот истории о том, что государство заметило, скажем так, блогеров, заметило, что там крутятся какие-то деньги и решило, да, в принципе, обложить, ну обложить налогом по сути. Ну не знаю, как бы как они это будут делать, мне вот до сих пор это интересно. Ну пока, да, понятно, нет никаких законопроектов, но скажи, что как минимум требуется поясняющий хэштег, например, что это реклама, если ты что-то рекламируешь. Ну в принципе, вот как... А они по хэштегу будут смотреть и такие, заплатите налоги. Да, да, получается, что так. А если ты не поставил, то штраф. Ну, что ты думаешь, должны блогеры налоги платить? Ну, не знаю, может быть, я потом обкидаю камнями мои коллеги, которые с этими согласны, но по сути я не вижу в этом ничего очень плохого, потому что, ну реально, ты получаешь деньги, и это твоя работа. Есть же кто вообще просто, я вот работаю на работах, я плачу налоги, все окей, но не всегда контракты есть, в которых там уже учитывается вот эта сумма, которую ты отдаешь государству. Есть же просто реклама, которая на самом деле вот, ну есть и есть. Поэтому я не вижу ничего в этом плохого, чтобы отдавать деньги государству. Ну жалко, но что делать. Ты готова? Ну я готова, да. Так я уже это и делаю. То есть, типа, я не в каком-то таком моменте такая просто криминальная реклама. Делаю вне закона рекламы. Это не контролируется? Я думаю, что нет ничего в этом плохого. Ну потому что мы же блогеры, мы же реально работаем, и ну почему все должно доставаться? А как, пенсии же кому-то надо потом хотеть? Очень благородно. Да, ну правда, потому что и проблемы с пенсиями есть. Вдруг мы блогеры возьмем и вот поможем в такие моменты. Если вы потом любите и обожаете, ну кто знает, всякое же бывает. Ты упомянула коллег, кстати, вообще какая-то коллегиальность. Мне хотелось поговорить немного про латвийское, как-то понять, что это такое, потому что ты… Латвийский блогер. Ты можешь считаться латвийским блогером или все-таки ты, ну как, ру-нет это называется, это русский язык, и ты все-таки больше на русский интернет работаешь? Ну, вообще я считаюсь латвийским блогером. А в чем ты была латвийскость? То есть назвать меня российским блогером, это, наверное… Нет, российским нет, но русским, да, это таким. И скажу, я считаю, я скажу, вот как я себя считаю, я считаю себя латвийским блогером, просто русскоговорящим, ну то есть ведущий свой блог на русском. Я с таким же успехом могла вести, да хоть на французском, но при этом оставаться латвийским блогером. Ты владеешь французским? Ну нет, надо так. Словечко такая. В теории, да, ну может еще выучим. Я хочу испанский. Есть какая-то коллегиальность между блогерами, вот сообществом, можно говорить о латвийском сообществе блогеров? Ну я думаю, что ты знаешь, что она есть, возглавляет у нас Майя Арманева. Нет, ты говоришь о каком-то именно структуре, есть ассоциация блогеров, ну а насколько она… Вот вопрос у всех, насколько она… Нет, я имею в виду о сообществе в таком… Большом-большом комьюнити. Просто вот есть комьюнити, которые, да, в отношениях друг с другом. Ну… Каких-то. Ну это какое-то общество, ну есть кто в отношениях, у меня есть кто, с кем я общаюсь с блогерами, есть кто, я знаю, вообще не признает там меня, или может быть, хотя я вот всех признаю, мне вот честно все равно. Я не скажу, что есть такая дружная, большая блогерская семья. Вот ее нет в латве, и это многие скажут. К сожалению, большому ее нет. А вот почему? Причины, может, какие-то? Ну может быть, то, что мы, во-первых, на разных языках говорим, и те, кто говорят на русском и ведут блог на русском, они просто хотят шире публику, они хотят страны СНГ все захватить. И, не знаю, это не какие-то, знаешь, обиды или что-то, просто русские делают для русских, латыши делают для латышей. Мне не нравится эта ситуация, но мы все равно разделяемся, к сожалению. И поэтому, наверное, не всегда есть супер какая-то большая семья, типа вот мы там все вместе. Ну то есть какой-то темной конкуренции, там каких-то подковерных подлостей, о таком говорить нельзя. Нет, ну такой темной нет конкуренции, может, кто-то где-то, конечно, скажет, там где-то, но мы же все, мы живем в маленькой стране, в маленьком городе, поэтому всегда можно там, где-то кто-то сказал, можно потом подойти, всегда встретиться на общих мероприятиях и все решить. Поэтому в этом, типа, нам повезло. Тебя хоть раз банили в Инстаграме, учитывая, что довольно скровенные фотографии? Да, было-было, и не раз. Это самый кошмарный сон для блогера. Это когда забанят твой канал, да неважно, Ютуб там, Инстаграм, ну что угодно. Ну вот, в принципе, да, тебя это не беспокоит. То есть ты, понятно, что все воспринимают социальные сети как просто какое-то абстрактное поле, никто не задумывается, что это конкретные компании, относящиеся к конкретным странам с конкретной политикой, но в итоге, смотри, если Инстаграм, например, что-то случится, тебя забанят, получится все, ты просто теряешь все, все рычаги, все возможности. Да, да, ну так у меня было. Все нужно строить заново. У меня депрессия такая была тоже, когда меня забанили, и я-то понимаю, за что меня банят. Поэтому как бы сейчас… А за что? Ну, за чересчур какой-то… Но по делу банили? Нет, знаешь, что я скажу? Самое противное, ужасное, эти противные люди, у которых у них какие-то проблемы с головой. Есть даже ассоциации в интернете, где они собираются группкой и решают, кого забанить. То есть забанить можно даже тебя, нажаловаться на тебя больше ста раз, а ты там просто с яблочком фотографируешься. Должен быть повод какой-то. А у тебя там не то, что эротика, не эротика, ты очень с котиками там фотографируешься, и больше ста жалоб, все, и тебя Инстаграм сносит. И вот это, конечно, я не очень понимаю, почему Инстаграм до сих пор не может научиться распознавать вот эти жалобы, вот которые происходят вот таким образом, в один момент там… Ну, стоит там поработать им еще, они там что-то делают, но… У тебя именно такие случаи были? Да, у меня были случаи, да. У меня просто… Я разговаривала с профессионалом, кто занимается, и мне так и сказал человек, по-среднему, я так и сказал, у тебя очень много жалоб было на твой аккаунт. То есть это не Инстаграм, он… Это Инстаграм заблокировал, потом говорит, ну, у тебя было очень много жалоб. И я такая, боже, вот я не смогу быть таким человеком, это же так низко противно. Но блогеров вот особенно в латышском языке это прижилось, их еще называют инфлуенсерами, да, от слова инфлуенс, влияние. Да. Ты как-то чувствуешь свой инфлуенс на молодых людей, ну, может, не только молодых? В чем он заключается, в чем вот твой месседж? Как бы ты смогла его сформулировать как блогера? Имею ли я влияние… Ну, конечно, имею влияние. Так я… Мой месседж того, что я делаю, начинается с того, что как бы, когда я начинала это все делать, у меня было очень много достаточно комплексов и каких-то вопросов к себе, на которые я не могла найти ответ. Я там не считала себя достаточно красивой, достойной и так далее. И… Но с помощью… Чисто это я сама к этому пришла. С помощью вот этого блога, каких-то своих инструментов я вышла в то, что как бы я сейчас имею, и это очень круто и классно. Для меня важный вот этот месседж отдать девочкам или мальчикам, в том, что, во-первых, все возможное и комплексы – это не конец жизни. То есть если я смогла так сделать, то вы вообще сто процентов это сможете сделать. Чтобы не было вот это стеснение, постоянно думать, кто там о тебе подумал, да, вот чтобы люди понимали, что это не важно, кто, когда, что о тебе подумал. Ну, прям такая заготовка для речи на TEDx, например. Да, но… Не, на самом деле даже не заготовка, это вот реальная история, то есть почему это произошло. Но при этом, как только ты начинаешь заниматься такими вот вещами, как минимум смелыми, как максимум провокационными, ты встречаешь много, естественно, так называемого хейта. Ой, да я бы сказала, это не хейт, это там в какие-то моменты ненависть. Ну, то есть это может загнать человеков еще большие комплексы. Да, но вот меня… Вот в том-то и дело, что меня бы могло загнать. Я помню, когда я там себе прекрасно вела блог, фотографировалась такая вся, ух, и тут какие-то статьи начинаются на всех СМИ, и просто на меня льется просто невозможное количество вообще негатива, и я вот такая вот, сколько мимо, 19 лет, я вот такая сижу, думаю, за что? Что я вообще этим людям сделала? Какие ты выводы сделала тогда? Я выводы сделала, я, конечно, там порастраивалась, но у меня… То есть получилось так, извини, что на тебя обратили внимание так резко, хотя ты этого не ожидала, да? Да, резко я в один просто проснулась. Я помню, мне показали эту статью, я уже не очень помню, что там было написано, но там красивые фотографии мои, и я такая листала, и там люди, «А, кто там такая?» Ну, не будем называть, да, здесь слова всякие такие. Ну, в общем, и а я… Это комментарии, это были комментаторы просто интернет-пользователей. Да, это были комментаторы, да, и потом как-то по Риге меня стали узнавать, и все такие, вот кто она такая, что он там делает, почему он фотографируется так, как мы не можем себе позволить. И, ну, я расстроилась, но спасибо большое моей семье, это большая поддержка всегда. И мне мама сказала, говорит, уй, успокойся вообще, это всю жизнь будет кто-то тебя не любить, и если тебе это нравится, делай. И я собралась, и такая, знаете ли, мне плевать, что вы думаете, я буду делать дальше. Мне даже это больше какое-то мотивировало, смотивировало, и я там дальше начала еще жестче, еще интереснее делать. Ну, то есть, как бы вот. Я хочу этому научить вот других людей, что вот от этого не кончается жизнь. Очень короткий перерыв, сейчас буквально через минуту вернемся. Микс Ньюс. Продолжаем разворот, у нас в гостях блогер Яна Брук, чтобы, конечно, лучше представлять нашего гостя, лучше посмотреть его инстаграм, на котором мы, собственно, говорим, и который является вот поводом для встречи, по большому счету. А если говорить, ну, мы начали провокационные снимки, да, вот откровенные фото. Но они же красивые. Это безусловно. Интересно просто поговорить. Как мне кажется, вот, ну, так начинает казаться, что откровенные снимки во многом, они уже превращаются в такой, ну, в кавычки возьмем, запрещенный прием в некотором смысле, потому что они всегда… Нет, ну, не напрямую запрещенную. Потому что они всегда, как бы, привлекают, всегда работают, всегда привлекают. И вопрос, что за этим ты уже начинаешь вкладывать. Ну, я не знаю, возьмем, условно говоря, там, главных прим инстаграма Ким Кардашьян, например, или Эмилия Ротаковский, да. Каждая фотография их – это событие. Хотя, по сути, это фотография что? Откровенное фото. Вот что по этому поводу ты думаешь? Как ты понимаешь эту вот откровенность, которую ты транслируешь? Ну, давайте признаемся, то, что попы, политика и котята лучше всего продаются вообще, и лучше всего… Чуть подальше. Лучше всего продаются, и лучше всего, как бы, реагируют на них люди. Ну, я не несу… Я не скажу, что я это делаю просто потому, чтобы показать, какая я офигенная, классная. Это, конечно, я тоже делаю, но я этим как-то вот свой образ и вот, как мы говорили, месседж и несу. Ну, то есть, типа, вот это избавление от комплекса с помощью того, что, как бы, ну, я вот понимаю, что у меня может быть что-то не так, не в идеале красоты, но при этом я не боюсь себя показать. И, ну, у меня же тоже в моей фотографии тоже событие. Не только у Ким. То, что они же тоже прекрасно понимают, Ким построила целую империю на своей пятой точке. Да. И это прекрасно. И мы не можем с этим не жить, мы не можем, как бы, удалить её. Она сделала это, и только браво. То есть, нельзя сказать, как многие злопыхатели говорят, что это вот признак того, что мир катится куда-то не туда. Ой, да, признак того, что больше показать нечего. Вот всё, это что ты слышишь, скорее всего, часто. Ну, во-первых, как бы, что они там думают, это их проблемы. И ещё плюс, если у тебя есть что показать, почему это надо скрывать. Я вот это никак не могу понять. Вот реально. Молодые... Ну, многие ответят мораль, нравственность, смиренность, порядочность. Да, ну, смотри, ну, моя мораль не пострадала. Я хороший человек. Я лучше буду в белье фотографироваться и буду хорошим человеком. Никого не буду унижать или, там, мстить, как-то плохо поступать, нежели я буду фотографироваться в этом закрытом, не знаю, балахоне каком-то и ходить там людям делать плохие вещи. То есть, вот эта мораль, вот эта дурацкая, то, что они думают. Если фотографироваться в трусах, значит, не сильно умная. Да я фотографируюсь в трусах, может быть, потому что я сильно умная, как бы просто вы не догнали. Кстати, а насчёт умная. Ты ведь имеешь образование... Да, у меня высшее образование, ЛУ, дизайнер интерьера. То есть, как бы я вот тоже... У меня такие были истории, кстати. То есть, это нетипично, да, наверное? Да, и всё-таки, ах, когда я говорю, что у меня есть высшее образование, я такие, о, прикольно. Ну, то есть, вот настолько у людей это всё однотипно. Они думают, если ты там блондинка и фотографируешься так, то всё, ты, значит, тупая или ничего не можешь. У меня и дипломов, и у меня диплом флориста, и художественные школы, и каких только нету. Ну, то есть, всё в порядке с моим мозгом. Вот в медийном, по крайней мере, пространстве принято считать, что звезда Яны Брук, ну, может быть, самая крупная, зажглась с участием в кастинге «Дом-2». По крайней мере, тогда был такой гром, прокатился по СМИ. Серьёзно? Ну, да, участница от Латвии, вот, стартует на «Дом-2». Которая не уехала туда? Да, ну, у меня просто... Самое классное, да? Ты рассказывала про это, сказала, что тебя не устроили какие-то условия. Да. У меня другой вопрос. Вот, опять же, в контексте того, что мы говорили. Какая была мотивация? Тебе всерьёз интересно шоу «Дом-2»? Ты с таким выражением сейчас говоришь? Ты всерьёз? Вот это вот? Я, может быть, не специально, но... Или это было сознательно... А ты смотришь вообще сам? Нет. В Латвии кто-то смотрит «Дом-2» вообще? Ну, если учесть, что оно существует, наверное, каким-то образом... Кто-то, наверное, бы смотрели. Но мне мотивация интересная. Мотивация... На самом деле, я туда не стремилась так, ни двери там не била, давайте меня возьмите. Как это получилось? А, мне все такие говорят, отправляй анкету. Я сижу такая, думаю, нафиг мне это надо. Потом думаю, ладно, отправлю. Я отправляю, и мне звонят буквально через... Ты смотрела на шоу? Ты знала, что это такое? Я знаю, я знаю, что это такое. Поэтому у меня вот типа как бы мотивация не сработала. Мотивация была изначально того, что ты сможешь популяризировать себя и свою личность. Ну вот, трамплин. Трамплин для... Да, но при этом ты же им отдаешь вообще полностью себя. То есть вот ты здесь строил-строил, а потом ты отдаешь там свой аккаунт, ты отдаешь свое имя. Но это уже проблема. Это уже мы перешли к тому, почему не состоялась дружба. А я имел в виду... Мотивация была... Ну вот да, если бы я туда пошла, то, наверное, прирост подписчиков, российская аудитория. Российская аудитория, как бы очень хороший момент. А тебя не смущало или не думала ли ты о том, что, ну, как мы уже из разговора поняли, ты вкладываешь какой-то более глубокий месседж в свои снимки и прочее, в свой блог, что по прошествии какого-то времени ты, например, захотела бы стать еще более серьезной, но все бы сказали, я наобруг, а, с Дома 2. Ну, примерно тоже... Да, ты правильно говоришь. Если говорить о Доме 2, просто можно привести пример Ксении Собчак, которая... Нет, она очень при всем уважении, то есть и завоевала какой-то авторитет, и ушла совсем в другие отрасли, и была вообще кандидатом в президенты. Но, тем не менее, для многих имя Собчак ассоциируется... А, это Дом 2. Тебя это не пугало как-то? Ну вот, да. Это тоже причина того, что мне не очень хотелось. Потому что там реально, если ты ходишь на Дом 2, ты вот до конца своей жизни участник Дома 2. Ну, Ксении Собчак это... Но ты была одной ногой уже в этом шоу. Я вот... Я это не могу понять. Я была... Ну, не скажу, что я одной ногой была, я просто... Во-первых, я не думала, что это вызовет такую штуку. И сейчас по-прежнему, кстати, для многих... Ну, как я вот слышу, по крайней мере... Что? А, это вот в кастинге Дом 2. Ну, да, да. В кастинге... Серьезно? Ну, да. Ну, интересно. По крайней мере, несколько людей я так слышал. Я не скажу... Я была там, знаешь, ни одной ногой я была там мизинчиком. Вот, мизинчиком на одной ноге вот так вот я там была, потому что, в принципе, мне вот это то, что ты сказала, очень не устраивает. Я не хочу, чтобы мне потом всю жизнь говорили. Это участница Дом 2. И все. И то, что все, что я делала до, всем будет плевать. Вот это участница Дом 2. Ну, конечно, она приехала, там все сделала, там все поставила, там подралась, поплакала и звезда стала. Но сотрудники, как я понял, опять же, из каких-то намеков, полунамеков, сотрудничество с ТНТ, оно не прекратилось на этом? То есть оно, не то же не прекратилось, оно все-таки по другим каналам как-то происходит, нет? Ну, я думаю, что в ближайшее время я точно буду с ТНТ сотрудничать, потому что буквально вчера мы были на презентации нового сезона на ТНТ и очень много классных людей было и вот мы познакомились, потому что в ближайшее время ТНТ меня не оставит. Но еще... А в виде чего? Что это? Что это? Ну, сотрудничество в виде как блогер, как медийная персона. Но вот для меня в жизни это главное вот оставаться медийной персоной, потому что я это умею, мне это легко, мне это вот прям по душе. И также намеки были на первый канал? Да, первый канал. Я это... Сделаю анонс 3 декабря, смотрите первый канал. То есть где что-то шоу пока нет. Да, вот 3 декабря включайте и смотрите первый канал. И все поймете. Это очень весело, смешно, классно. Я думаю, что... Это не вечерний ургант? Ну, погодите, до вечернего урганта немножко я еще поработаю. Ну, вообще, я чувствую, что я могу и до туда дойти. У меня очень много в себе уверенности, и как бы ее как-то разрушить, это сложно. Ну, вот, ждите. Хорошо, российский телеканал здорово, а латвийские каналы, собственно, наши, они как-то реагировали? Каналы нет, только вот СМИ, только... Нет, я имею в виду, не приглашали ли в Шатумничество. Нет, нет, вот, ну, потому что им нужна латышскоговорящая публика, а она у меня есть, но у меня очень много Украины и России, а им как бы это не очень интересно. Ну, их можно понять. Ну, зачем? Вот им нужна латышскоговорящая публика, и зачем вот я там буду... А ты как человек вот с амбициями телеведущей, как, что можешь сказать про развлекательное шоу латвийские? А я вот, слушай, недавно смотрела в интернете какое-то есть даже шоу с блогерами. Я не знаю, я вот не вспомню, как называют, называется, но вообще сама лично я смотрю, но могу сказать, что здесь происходит. Маловато... Денег. Маловато вообще... Маловато денег, да, я не знаю, наверное, не платят, во-первых, блогерам, как бы телеканалам, они вряд ли, мне кажется, будут платить. Но это больше популяризация себя. Нужно больше работать, что-то здесь нужно придумать, потому что пока маловато какой-то связи. Я бы сказал денег, почему, интересно, если есть какие-то проблемы, то они в большей степени, как тебе кажется, творческие, денежные, что просто, ну, не хватает средств на то, или третьи какие-то. Мне кажется, что просто латвийское телевидение и вообще вся сама Латвия только-только начинает быть готова к блогеру, к инфлуенсорам. Они только, вообще, вот только, во-первых, давайте будем честны, мы недавно это слово все узнали, жили прекрасно и такие, оп, инфлуенсоры. Почему? Блогеры уже... серьезному, как сейчас начали. А сейчас вот Латвия начала делать шоу на телевидении с блогерами, какие-то там создавать группировки, ну, какие-то самые, дрибы там, что-то они делают. И только сейчас пришло к тому, что блогеры, это очень-таки интересные люди, которые обладают большой аудиторией, особенно если их вместе сложить, и что-то начали с ними делать только сейчас. Мы говорили, что вот не хотелось бы тебе, чтобы ты запомнилась, как девушка с домом 2, с кастинга, да, а как девушка с автобуса Рига Сатексма. Как ты думаешь, ты не запомнишься? Ой! Тоже, ну, я просто иду по таким вот наиболее громким историям. Это был фурор, это был просто... Неожиданный. Да-да, я вообще сняла это видео, забыла, я такая потом, да, раз, два, три, я такая, ой! Очень коротко, Яна Брук прокатилась по латвийским СМИ с коротким видео в Инстаграме о том, как она едет в автобусе Рига Сатексма, сорокового маршрута, ну, неважно. Побривебас, Побривебас, да, собственно, в Пельхе. В купальнике? В купальнике, да, в купальнике. Нет, как писали, в леопардовых трусах. В леопардовых трусах, ну, так вот. Запомню, да не запомню. Ну, это был скачок, правда, резкий? Это был, ну, наверное, чуть аудитория стала больше, но я не советую всем использовать такие методы для расширения аудитории. Насколько я понял из контекста видео появилось в результате спора про Игоря Новая. Да, А что за спор, нигде я не нашел, не понял, что вы спорили вообще? А это был спор с моим бывшим коллегой, вот, который в эндокоскопе банки швейцарском вместе работали, и мы там на канале от банка делали спор, и вот буквально, и подписчики сами же придумывали нам задание. И вот мне выпало это. Потом, я помню, коллега мой ходил в фонтане купаться. Но это видео не взорвало. Это видео не взорвало, да. А вот, ну, учитывая, что это еще я, я думаю, если бы, может быть, типа, кто-то был не более, менее известный, то, наверное, не было бы такого фурора. Ну, запомнюсь ли я этим? Да нет, конечно, я у меня столько идей еще. Сейчас еще в одном ярком моменте поговорим, но сначала про автобус, если вот более серьезно говорить об этом, как мне показалось, вообще такие провокационные шаги, они часто говорят больше не о том, кто их совершает, а об окружающих, о тех, кто реагирует. Хотя, когда я смотрел это видео, мне очень так, как-то забавно было видеть, что люди, они вообще не изменились в лице, они вообще никак не реагировали. Но, вот ты как думаешь, это хорошо или плохо? И как это вообще говорит о нас? Что это говорит о нас? Ну, мы европейские люди, спокойные. Северно-европейские, Да, у нас такой менталитет, что мы не будем. Нет, те, кто помашивали, девчонки там смеялись, хихикали. Ну, потому что менталитет такой, ну, мы спокойные по своей сути. Ну, ты это как положительно оцениваешь более? Да, да, хорошо. То есть, часто просто какое-то такое совсем безразличие. Мне вообще хотели пустить одну. Ну, типа, я говорю, я не подожду. Ты без оператора? Ну, типа, оператор там где-нибудь там в конце автобуса будет, а ты вот иди. Я говорю, так, знаете ли, а мало ли кому-то это очень сильно не понравится. Моги, кто-то меня там толкнет, там, не знаю, возьмет или что-то. Я так говорю, не, 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 я так не пойму. А Ридика Садокс никак не отреагировала? Это же такая реклама. Да, вот, кстати, почему они могли бы вообще со мной посотрудничать и очень как-нибудь классно сделать рекламу. Видишь, опять возвращаемся. Тоже, потом я об этом говорила. Очень плохо работают рекламодатели и реклама, творческий отдел. То же самое. Я потом говорю, я вот была в купальнике. Какая бы крутая реклама могла быть для бренда купальников? Или туфель? Или салона, который сделал мне эту прическу? Да, да это бы потом все узнали. Вот в этом моменте, вот, к сожалению, отстает Латвия. Не цепляется и вот этими штучками. Не так давно выступил Тимати. О, моя любимая тема. Да, еще одна тема. А ты, мало того, что освещала его концерт, освещала и открытие магазина. Да, в Альпе. Блэк Стар. Я там ведущая, Боннер. Да, выкладывала активно фотографии, в том числе с концерта в майке с Владимиром Путиным. Ну, абсолютно, да, очевидный вопрос. Смело, конечно, очень смело, но не опасаешься ли ты, что кто-то, не прилетало ли что-то в ответ? Ты сказала, что очень много украинских подписчиков. Как это все работает вообще? Ну, вообще, да, на самом деле, я такая смелая, что я иногда сама в шоке. Реально, я все такое сделаю, потом думаю, боже, вот кто бы это еще сделал, вот если бы не ты? Мне кажется, никто бы даже не... Ну, и что по факту? По факту, эта ситуация с Майкой Путина, есть люди, которые ответили и сказали, что вот с Украины. даже не отписка, мне просто написали, даже я помню, было такое, не письмо, оно просто сообщение, пишет девушка, говорит, я вот с Украины, говорит, я тебя так люблю, мне так нравится, говорит, но вот это я не поддерживаю, и зачем ты поддерживаешь Путина или там путинскую политику? И я такая, так, здрасте, во-первых, я живу в Латвии, и путинскую политику, как таковую, я не поддерживаю, то есть я не... Не, ну я открою секрет, многие, кто живет в Латвии, поддерживают путинскую политику, ну вот, и тем более в этом нет ничего странного. Да, ну просто вот это такая вот, постоянно кто-то ссорится, и она говорит, я вот типа не могу на это смотреть, и я так ответила, я говорю, я не иду и не возглашаю, и не говорю, Путин молодец, там что там, какие всякие плохие слова, Крым наш, и вот это вот все, я как бы, ну это, Путин и Крым наш запикать, я не хожу с этими лозунгами, не ору, просто для меня тоже ужасно, когда, знаешь, ты одел майку, да какая символика, там даже Путин, никак он есть фотография, он там изменен графическими моментами, и тут кто-то начинает мне предъявлять за такие моменты, что я за путинскую политику, да я не за путинскую политику. Ну ты опять же часто смело и откровенно затрагиваешь темы отношения русских алтышей, очень много по этому поводу публикаций. Ну потому что это больно. Что я хотел бы понять, в чем твоя боль? Ну моя боль, потому что я бы хотела, чтобы мы были дружнее. Мы все хотим, да. Ну вот, вот, и поэтому мне как бы… А более приземленно, если? Нет, честно. Не, ну в смысле, что все, конечно, что хотят, но… Более приземленно, но просто мне это правда, я вот честно, это даже говорю, мне сейчас прям как бы неприятно, потому что я корыстных целей в этом не ищу, там знаешь, в 3D-то я специально там все такие, знаешь, будут сейчас, я реально хочу донести то, что я вот открыто, я не хочу вот так делиться, а это деление происходит, и мне это не нравится, и для многих это больная тема. Ну как ты за счет своего творчества, например, За счет своего творчества, ну, во-первых, я вот затрагиваю такие темы, и знаешь, как мне приятно, когда мне много сообщений на латышском языке приходят, и они мне пишут, говорят, да, я вот тоже знаю, и мне тоже не нравится, и мне не нравится, что так думают. Есть кто, которые пишут, конечно, как можно сказать, кривые окупанцы, и я как бы отвечаю, почему, ну какой я кривый окупант, ну вот у меня вообще вот это все в голове, и сами же латыши, потом видя эти сообщения, они говорят, ну вот нам самим стыдно за таких латышей, которые за русскоговорящим предъявляют о том, что вот они из России, и им надо уезжать. Фотография с флагом на День независимости, тоже довольно резонансная, Яна Брук, как это? Классная фотография. Классная фотография, да, в общем-то прикрылась флагом, больше на, я ничего не было, вот, флагом Латвии. Да. Очень такой содержательный пост при этом был написан с просто многочисленными образами, отсылками к легенде о том, как флаг Латвии появился, о солдате, которого несли, к отсылкам к французской революции, действительно, очень интересно. Единственное, что мне показалось, что был опубликован пост, то есть фотография, а пост к нему уже выглядел как некоторое оправдание своих действий. То есть заранее ты говорила, вот я выложила, но давайте не будем меня сразу как-то мочить, грубо говоря. Так ли это было? Ну да, это было так, потому что, во-первых, я даже когда еще не запостила фотографию, уже какие-то СМИ взяли мои истории, перевернули это все. А там уже было? Да, да, то есть поэтому и такой текст, как, ну не то, что оправдание, а как доказательство того, что типа, я за этим есть смысл. И не надо сразу, я еще даже ничего не сказала, а вы уже взяли и придумали так, как вам выгодно, что я там издеваюсь над флагом или как-то его пренебрегаю вообще этим. Были такие, а после уже с объяснением, с разъяснением? Ой, ну это, блин, я вообще, кстати, недавно прочитала, что хотят дополнить пункт в законах Латвии по отношению к флагу. Ну да. Да, после. Я когда-то просто меняю, институцию страны, и после, ну, видимо, такой резонанс вызвало, было очень странно и очень сильно разделение. Кто сказал, это действительно круто, и ты так показываешь, как умеешь, кто-то считал, что я реально как-то издеваюсь над символикой. Я не считаю, что я издевалась над символикой, до сих пор, я 300 раз могу это всем сказать. Как я вот на ней издевалась? Ну вот, получается, там тоже ты начинаешь с того свои слова, что это во многом вдохновлено американским опытом, в котором девушки часто фотографировались с флагом обнаженными. Получается ли это, что не пересаживается многое тамошнее, назовем это так, на нашу почву, какой-то блок сразу встречается, ну, не только в этом, а в остальном тоже? Есть такое ощущение? Ну, вообще, как бы, это на самом деле, когда я это думала выставлять, я, правда, была доля сомнения, такая, думаю, мало ли вообще это никто не поймет. И отсылка к американскому флагу, она еще к тому, что Америка свободная страна, мы тоже независимая страна. И почему вот там это нормально, и там, а там реально воспринимают, там говорят, круто, класс, популяризируют символику страны, это круто. И я решила сделать, ну, вот тоже популяризовать символику страны и, собственно, саму страну. А у нас это вот не приняло. Люди, ну, в большинстве, наверное, не приняли. Это вызов, наверное, мой какой-то психологический. Как ты относишься к новой волне феминизма, всем многочисленным движениям MeToo, другим женским движениям? Феминизм. Ну, ты в курсе, по меньшей мере, об этом все. Да, нет, ну, феминизм, да хорошо я отношусь к нему. Ну, то есть, я не скажу, что это феминистка, но я не скажу, что я отрицаю существование этого движения. Но это, я как женщина сама скажу, это классно, чтобы мы всего добились. Просто, меня еще почему это заинтересовало, потому что в твоих коротких роликах, вот этих вайнах, так называемых, которые, я так понимаю, раньше ты их больше делала, а в них часто разыгрываются такие стереотипные вот видения женщин и мужчин тоже, там, касаемо секса и прочего. Да. Кажется, против чего, собственно, феминистки и борются, вот этот стереотипный взгляд на роль женщины, например. Как это соотносится? Ну, смотри, я же, когда снимаю эти ролики, это художественный момент. То есть, я в эти ролики, вот конкретно вайна, вот эти короткие, смешные видео, когда я захочу снять ролик на какую-то серьезную тему, там не будет вот такого стереотипного умышления, что там женщина для... Ради айфона готова на все. Да, да, да. И только рождена только для одного дела. То я сниму это по-другому. А здесь? А это художественный момент. Прикол. То есть, ну, типа... Ну, за приколом же тоже стоит всегда, за юмором мы смеемся над чем-то. Если в прикол и в юмор у людей так, очень много проблем. Постоянно что-то. Если в прикол и в юмор еще я начну туда брать и такая, так, будем сейчас думать о феминизме, так, бодипозитив, что у нас там, еще какие-то проблемы. Я думаю, что люди просто... У них голова вообще опухнет от этого всего. Поэтому есть войны, где вот это вот так, есть художественные какие-то персонажи, и есть блок, где я могу сказать вот о проблемах там между людьми, о отношении женщин к мужчинам и так далее. Ну и вообще всякие серьезные темы, связанные, может быть, даже в сексуальном плане. Они же тоже... Это же тоже важная часть. Кажется, что... Судя вот тоже по твоим высказываниям, каким-то мимолетным складывается впечатление, что у тебя какие-то особые отношения со СМИ получаются. Ты нередко критикуешь СМИ. Особые отношения? Ну, потому что часто ты как-то пишешь, что с каким-то вот таким СМИ не очень благоприятно. Вот мне просто интересно, мы сейчас, собственно, в СМИ находимся, мне интересно, в чем были трудности, не знаю, проблемы. А, ну это последний только момент вот с Майкой Путина, когда я проснулась, и там уже все написали про меня все, что думает. Я гибкий патриотизм, продалась вообще, Путин мне деньги платит. Я такая, Ё, Мак, Ё. Это важный момент, это писали комментаторы, которые комментировали, или кто-то выступал прям с МИ. Нет, люди какие-то репосты, прям вот там делают скриншот моей истории и пишут там свое мнение. Там так-то, сяк-то, продалась Путина. И я так, ну это ужасно, ты просыпаешься, и тут тебя обвиняют в том, что ты как бы путинская какая-то вообще коалиция, и что мне нельзя. Кто-то написал вообще, может, ей деньги платят. Я такая, Вы серьезно? Ну как так? Поэтому, конечно, иногда в этот момент я злая, потому что зачем за меня мне какие-то присваивать вот эти фразы, выражения. Я вообще такого не говорила. Почему тогда вот это делать? Но при этом ты, кстати, не исключала, что хотела бы заняться журналистикой. Да, мне нравится. А что, что привлекает в этой профессии? Коммуникация постоянная с людьми, быть в событиях. Прости, как блогера разве коммуникация? Ну, нет, блог, я думаю, я никогда не оставлю. Вообще, у меня, я бы хотела заняться или журналистикой, или именно вот на телевидении, по телеведущей, именно прям, или же, возможно, даже уйти в какое-то певческое плавание. Да, про пение я помню. Многие уже с Бузовой пытались сравнивать. Да, ну вот то же самое. Не очень лестное, правда, сравнение, наверное? В плане пения, да, ну то есть, погодите, на самом деле, то же самое, я еще не выпустила ни одну песню, все уже сравнили с Бузовой. Погодите, вы сначала послушайте, как я пою, а потом говорите, Бузова она или нет. Вот это вот, поэтому вот это отношение, мне надо такое, я просто не стесняюсь сказать, что за фигню вы написали, извините. Пора уже нам заканчивать, ну финальное, вернемся к родителям все-таки, многим тоже интересно, как вот с родителями в этом плане, они следят, во-первых, как реагируют, все-таки это, ну для многих, это такой проблемный момент, родители могут не одобрять такие откровенные действия. Мама вообще в фотографии с флагом, мама вообще волновалась, но она такая, говорит, я осторожнее, но родители поддерживают, и это очень главное, я хочу, чтобы все тоже, когда вот будут вас деть, обязательно поддерживайте, и не осуждайте их, это очень важно, поддержка семьи, круто, и папа, и мама видят мои фотографии, и говорят, ой, красиво, у нас дома висит на пол стены портрет меня, портрет, где я там, силуэт просто, где я там голая, но там не так открыто, но при этом, как бы, никто им очень не осуждает. Спасибо, надеюсь, у нас радиослушателей сформировался портрет Яны Брук. Да, заходите, смотрите, теперь послушали, теперь надо посмотреть. Спасибо, Яна Брук у нас сегодня была в гостях, до свидания. До свидания. До свидания.